5 сентября Пинск с рабочим визитом посетил Михаил Мясникович. В рамках деловой поездки председатель Совета Республики, а также уполномоченный президента Побресской области, принял участие в заседании Совета директоров ОАО «Кузлетмаш», а также встретился с администрацией города. Глава Совета Республики Михаил Мясникович, который также является председателем Наблюдательного совета «Белаза», вместе с членами Совета директоров и представителями администрации области города посетили производственные цеха, где познакомились с выпускаемой продукцией и оценили уровень модернизации завода. ОАО «Кузлетмаш» ведет свою историю с 1971 года. За это время были взлеты и серьезные провалы. Но уже сегодня можно говорить, что кризис в прошлом. В 2011 году «Кузлетмаш» вошел в состав холдинга «Белаз», что позволило предприятию не только удержаться на плаву, но и твердо встать на ноги. В рамках технического перевооружения только за последние три года было закуплено и введено в эксплуатацию новое и модернизированное технологическое оборудование на сумму более двух миллионов рублей. Следует заметить, что с 2017 года общество постоянно имеет чистую прибыль. Динамика также есть положительная. На сегодняшний день «Кузлетмаш» активно развивает и наращивает производство продукции станкостроения, в связи с чем увеличилось количество произведенного кузнечно-трейсового оборудования в общем объеме промышленного производства. Как отметил директор ОАО «Кузлетмаш» Сергей Никифорович, по итогам работы за январь-июнь 2019 года, заводом были выполнены все ключевые показатели эффективности и развития. Постоянно ведется работа по обеспечению роста заработной платы. Совершенствуется кадровая политика. Заслушав доклады руководителей предприятия, Михаил Мясникович в свою очередь обратил внимание на то, что путь «Кузлетмаша» всегда был тяжелым, и сегодня на фоне присутствия положительной динамики по ключевым показателям есть острая необходимость в диверсификации производства, что важно учесть при реализации стратегии развития предприятия. В принципе, предприятие на подъеме. Во многом это благодаря, конечно, управляющей компании, руководству холдинга в лице БелАЗа. 60 с лишним процентов загрузка предприятия – это заказы БелАЗа. В этом плане надо работать не только по внутрихолдинговой кооперации, но больше работать на экспорт, больше работать с Российской Федерацией, где действительно идет подъем промышленности. Михаил Мясникович положительно оценил деятельность и холдинга «БелАЗ» и «Кузлетмаша», тогда как работу нескольких предприятий города подверг жесткой критике. В частности, речь о деятельности ООО «Полесье» и ЗАО «Амкадор Пинск». Есть проблемные предприятия. И в первую очередь я хотел бы обратить внимание, что в Пинске, и мы вот об этом говорим, два таких предприятия – это «Полесье», трикотажное объединение, и «Амкадор Пинск», где объемы упали до 60% к уровню прошлого года, и предприятия имеют убытки, и пока нет реального видения, как обеспечить развитие и осваивать ту инновационную продукцию, о производстве которой докладывалось главе государства. Поэтому задачи очень сложные, непростые, но есть и другие предприятия. Из КОЖ могли бы лучше быть показатели и по мясокомбинату, и по ряду других предприятий. Поэтому всеми предприятиями надо заниматься. И мы эту тему уже начали обсуждать с руководством города. И я думаю, что эта тема будет предметом обсуждения и в обл. исполкоме, но и, безусловно, в отраслевых министерствах и концернах. Михаил Мясникович поручил администрации города предметно рассмотреть существующие на предприятиях города проблемы, продумать серьезные структурные реформы и доложить о принятых мерах правительству.